Что происходит вообще в нашем... Ознакомься, это мой новый друг, его зовут как зовут? Джайн. Джайн? Джайн? Джайн. Джайн. Джайн, это мой новый друг, его зовут Джайн. Вот с ним и общайся. Вот с ним и общайся, я пообщаюсь с Анастасией Кочаревой и Натальей Пасенко. Девушки, доброе утро. Доброе утро. Так, зачем вы принесли к нам этого удара? Весьма не просто так, это ведь символ мудрости. Мы к вам с историей про интеллектуальный фестиваль. Который, кстати, друзья, состоится 21 апреля уже, да? Уже завтра. Уже завтра вы сможете прокачать, так сказать, свои мозги. У нас просто в аппаратной ребята тоже любят шутки, юмора, и они говорят, смотри, чтобы оно за лицо не цапнуло. Не цапнет? Обязательно. Обязательно. Ты правильно держишься немножко подальше, вот тут место безопаснее. Ну, Слава Громов, на самом деле, знаменитый экстремал. Мы пока с девушками пообщаемся о предстоящем IQ фестивале. IQ Time он называется, уже сказали, 21 числа он пройдет. А пройдет вот этот, не Слава, вот этот удав, он будет присутствовать, я так понимаю, на IQ. Слушайте, вот когда удав вне зоны моей видимости, что-то там делает у меня за спиной. Я пугает, напугает, смотри. Мы-то видим, что он делает. Смотрите, смотрите, он меня обвивает, как прикольно. Ах, класс. Все, внимание удаву. На фестивале будет коллега, будет коллега, не удав, будет сова, как символ мудрости очередной. Их два существуют в мире. По мнению некоторых, это является змея, как мы видим сегодня. А вот в воскресенье можно будет посмотреть на сову, ее можно будет исключительно посмотреть, в отличие от удава, которого можно поконтактировать. И именно поэтому он сегодня с нами, чтобы вы смогли его поконтактировать. Ну, как мы, да? Слава как мы. Понятно, мы слава, вся слава славе. Ну, это хорошо. Тогда держите сову. А, я попробую сову. Вот, спасибо. Так, ладно, мы разобрались. Вот нам сейчас Наташа рассказала, что змея, сова, это ученые звери, которые будут присутствовать. Ну, а живая сова будет присутствовать, да? Ну, то есть это не будет какая-то просто туалетка? Не, не, настоящая, вполне себе. С апельсиновыми глазами. Вот такого размера. Ладно, хорошо. Вообще, давайте поговорим о предстоящем фестивале, что мы о зверях, да, о зверях все говорим, мы все-таки не в рое фручей собираемся ехать. Что это будет за фестиваль и в чем его фишка? Фестиваль IQ Time это большое интеллектуальное событие для умных школьников Красноярска. Больше 500 человек соберутся на одной площадке. Эти ребята в течение года играют в интеллектуальные игры «Что, где, когда», «Брейн ринг», «Своя игра» и другие форматы. И на фестивале мы всех собираем вместе, чтобы посмотрели друг на друга, научились чему-то новому на мастерских IQ Time и посоревновались за классные призы на большом интеллектуальном квесте. А если я не играл весь этот год? Команды у меня нет, но хочу прийти. В этом году фестиваль еще и открытый. Большой открытый городской фестиваль. Можно попасть, даже если ты не участвовал в течение года в интеллектуальных играх, но собрать команду обязательно. Без команды большую игру не выиграть. Шесть человек, приходишь, регистрируешься и ты с нами. То есть на самом деле реально можно взять команду, собраться и прийти прямо. Да, да. И посоревноваться. Welcome, как говорится. Где регистрироваться? На месте или в каких-то социальных группах? Нужно заранее. Мы ведь готовим сертификаты для всех команд, участников. Можно в социальной группе фестиваля IQ Time, так и называется. Или на нашем сайте упрощенная регистрация IQ Time.club. Я вот сейчас смотрю, у вас в планшете что-то написано. Вы не с пустыми руками пришли, как минимум принесли удава. Что сейчас будем делать? Давайте поиграем в одну из видов интеллектуальных игр. В один из видов. И посвящен он как раз двум символам интеллекта, мудрости и ума. Так, ладно, давайте я все-таки переборю себя по целой славе, чтобы не подглядывать в правильный ответ. Магия монтажа. Друзья, мы, я так понимаю, сейчас будем принимать звоночек. Звоночек? Ну давайте звоночек примем. Ну как вы хотите, против нас поиграть или против телевизорителей? Мы можем и против вас поиграть. Давайте против нас. Давайте. Окей, давайте, давайте, давайте против нас. Мы подготовили вас, не шесть человек команд, но и не IQ Time сегодня. Мокрасы у нас есть. Начнем с простых или сразу к... Да, с простых. Окей, окей. Я бы назвал это экстрим, что где, когда такое, знаешь, когда ты должен отвечать на вопросы, когда по тебе ползает удав, и он сейчас пытается сломать меру. Да. Он вам может помочь, он вам может помочь. Ведь вам нужно угадать, что из фактов про сову, а что из фактов про змею. Окей, давайте. Самый простой вопрос. Вдалее они видят лучше, чем вблизи. Кто, сова или удав? Сова. Безусловно. Чуть-чуть посложнее. Имеет белоснежный окрас и охотится днем. Сова или удав? А ты белоснежный? Прикольно. Ну, есть же белые. Сова. Принято. Верный ответ. Окей. Без исключения все виды хищники. У змей или у совы? У совы? Очень сложный вопрос. У совы? У совы. У совы еще варианты может быть? Из двух. Только у совы. Да, еще варианты могут быть. Вот тут ошибочка, да. Потому что есть один вид всего совы, который не питается, не является хищником. Вот. А змеи все без исключения хищники. В частности и императорский удав, который сейчас все продолжает ползать по ославе. Удачи. А вот тут вот немножечко давайте посложнее. Вот способы парить в воздухе. Бывают такие у животных. И преодолевать расстояние в тысячу метров. Кто это? Змея или удав? Вот способны, вот как вы думаете, парить в воздухе на 100 метров? Сова или удав? Так, стоп. Сова имеет крылья. Безусловно. Она летает, а не парит. Ну, ну, ну. Ну, а есть летающие змеи? Есть, есть, есть. Абсолютно верно. Мне кажется, они победят в Китае. Сколько у нас еще вопросов осталось? Давай один. А? Один. А, давайте один. Ну, хорошо, давайте один. Контрольный, как говорится. А вообще, вот просто на ура, и мне кажется, сейчас ответ будет верный. Имеют три пары век. Три пары век. Сова или удав? Удав. О, змея. Чувак, а у тебя сколько пар век? Давай, подскажи, Инджайн. Скажи, ну, давай. Че ты молчишь? Нет, нет, нет. Ну, не разговорчивый у нас друг. Удав, да, вариант? Подмигивает. Я думаю, что это удав. Че, правильно, что ли? Да, ну, нет, конечно же. Сова? Ну, конечно, конечно. Причем она использует для разных. Одна пара век для защиты, для сна и для моргания. Отдельная века под каждую функцию. А, отлично. А у удава века постоянно закрыта. Примерно, как такая оболотика на глаза. Прикольно, прикольно. Ну, мне кажется, что они готовы. Готовы, по крайней мере, попробовать зарегистрироваться. В общем, мы вас приглашаем в гости, как и наши друзья в гости к вам смогли прийти. Ай, ребят, на самом деле, все, кто сейчас смотрел и правильно отвечал на вопрос, у вас тоже есть возможность присоединиться вот к этому прекрасному удаву, который, правда, не будет присутствовать на предстоящем... Он меня коснулся. IQTIME 21 апреля. Ну, вот этих прекрасных девушек вы сможете воочию увидеть, с ними пообщаться, и они лично вам будут задавать эти каверзные вопросы про удавкусов. Давайте еще раз напомним, когда, где, во сколько и что нужно сделать, чтобы там поучаствовать. 21 апреля в 10.00 на Мира 82. Большой фестиваль, на котором сегодня последний день регистрации. Заходите на сайт IQTIME.CLUB, проходите короткую регистрацию, и мы вас ждем завтра. Он пытается подбираться к моей шее. И пока Слава Громов не покинул нас по естественным причинам из этой... По причинам естественного отбора, скажем так. Я представлю наших гостей. Анастасия Кочарова, это организатор фестиваля IQTIME и личный пиарщик Удава, Наталья Пайсенька. Девушки, спасибо вам огромное, что нас посетили, поздавали такие каверзные вопросы и познакомили с этим прекрасным... Прекрасным, прекрасным. ...другом, скажем так. Так, ребят, развивайте свои мозги, участвуйте в подобных акциях и контестах, ну и, как Слава, не бойтесь удавов. Мы пока посмотрим полезную программу, там тоже много чего интересного. Продолжение следует...